Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у нас в гостях арт-группа «Ларга». Друзья, здравствуйте! Ровно год назад виделись и очень рады снова встретиться с вами. Это взаимно! Спасибо! Трио «Ларга» Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный. Все трое родом из Краснодарского края. В этом году коллектив отмечает первый юбилей – пять лет. В 2013 году Владимир, Владислав и Александр стали солистами хора Краснодарского края, который участвовал в телепроекте «Битва хоров» на телеканале «Россия-1». После победы в телеконкурсе музыканты решили создать свой собственный коллектив, который сегодня успешно гастролирует по городам России и выпускает альбомы. Итак, в гостях у программы «Канон» арт-группа «Ларга». В честь первого юбилея группы «Ларга» мы подготовили специальный выпуск программы «Канон». Сегодня ребята будут отвечать на вопросы, присланные вами, дорогие телезрители. Три наиболее ярких и интересных вопроса в конце программы получат специальный подарок – диск с автографом музыкантов. Ребята, приступим? Ну, с Богом, да. Во-первых, хочу вас поздравить с юбилеем. Пять лет – все-таки это для артистов, на самом деле, большая уже дата. Существовать в профессии пять лет – это достойно уважения. Скажите, за эти пять лет, что вы достигли? Как вы воспринимаете эту дату? Нам кажется, что мы только-только в начале своего пути. Поэтому абсолютно ощущение того, что еще многое-многое не сказали. И слава Богу. Да. Ну, вот единственное, чем мы можем радоваться, хвалиться, это за пять лет у нас вышло три музыкальных диска духовной музыки. И вот сегодня мы как раз-таки не с пустыми руками, мы хотели бы, Саша, тебе подарить третий диск, который называется «Благодарю тебя, мой содержитель». Он вышел в свет так же, как и предыдущие два, по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Здесь, на этом диске, есть и его песни, и в его исполнении вместе с нами есть песни. Так что от всей души тебе на память. Это не все, да? И еще маленький подарочек. Слушайте, я как, Леонид Аркадьевич, прям чувствую себя. Вот такая вот замечательная тарелочка. Может, это будет традицией. Отлично. Дарить тебе подарок. Спасибо, ребята. Да, пусть будет тарелочка. Большое напоминаю. Привет вам. Хорошая традиция, кстати, да? Да. Спасибо. Ребята, ну я думаю, что мы, наверное, такие же диски подарим трем лучшим вопросам. Именно так. Да? С вашими автографами. Ну что ж, мы тогда приступим. Вопрос из соцсетей. Человек с ником EPS75. Даже не знаю, мужчина или женщина. Как образовалась ваша группа, и кто был инициатором ее названия? Ну, наверное, название инициатором мы все втроем были. Ларга – это широко вольно, с итальянского в переводе. А образовалась наша группа после телепроекта «Битва хоров». На телеканале «Россия» шел этот телепроект. Восемь хоров участвовали в битве. Нашим наставником нашего хора был Олег Михайлович Газманов. Ну, мы этот телепроект победили. Хор Кубани. Хор Кубани. Не лично мы втроем, а хор Кубани. 20 человек было. Мы были солистами этого хора. Хор победил. И после этого мы почувствовали, что нужно сделать что-то интересное, что-то свое. Собственно, так и появилась группа Ларга. Вот следующий вопрос как раз продолжает нашу тематику. Соколова Ольга спрашивает. Как изменилась ваша жизнь после участия в этом проекте «Битва хоров»? Однофамилица? Это не твои родственники. Да, родственники. Родственники присылали вопрос. Ольги у меня нет, Соколовой. Но ответим. Изменилась в корне, потому что, когда мы вернулись после проекта «Битва хоров», мы поменяли свою жизнь полностью. Мы как будто шагнули в пропасть, в которую с закрытыми глазами, вот как лошадь, знаете, шоры вешают. И они вперед понеслись. Так же и мы втроем. Буквально шагнув в эту пропасть, организовалась группа Ларга. Спустя время мы поняли, что это огромное счастье. И слава богу, что так получилось. Ну, чтобы объяснить слово «пропасть», как бы людям может это быть непонятно. Дело в том, что мы работали в замечательном театре, в хорошем коллективе. У нас была хорошая зарплата. И все было стабильно и понятно. Но желание сделать что-то свое, и вот мы с ребятами приняли решение, ушли. И это вот своего рода, конечно, когда ты теряешь вот такую определенную топору, которая под ногами. Много лет работал в одном театре, и потом ты от всего этого отказываешься. Это такой определенного рода шаг. Шаг в неизвестность. Но мы его сделали, и слава богу. И он не разочаровал вас. Ну, мы счастливы. Пришлось все делать втроем. Костюмы, минусов, все, что связано с организацией концертов. Находить людей, общаться, дружить, самим заниматься организацией концертов. Ну, то есть полностью мы вышли из так называемой зоны комфорта, когда вот о тебе полная забота, как об артисте. А приходится самому все делать. Ну, это действительно того стоило, и мы счастливы. В творческой сфере есть такое выражение «Уйти на вольные хлеба». Вот именно этим мы и занялись. А на Кубани у нас как раз таки хлеба, и мы ушли на них, на вольные хлеба. Группа Ларга. А после общения вот с той звездной тусовкой, скажем так, с Олегом Газманом, вы поддерживаете общение с ними? Поддерживаем, переписываемся. Олег Михайлович следит за нашим творчеством. Он подписан на нас в разных соцсетях. Мы периодически созваниваемся, общаемся, поздравляем друг друга. Общих проектов нет. Но почему нет? Ну, он участвовал, допустим, вот к пятилетию группы Ларга. Вышел фильм, есть у нас на канале на YouTube. О нашей группе. Фильм о пятилетии группы, и там все с начала появления, как мы создали группу Ларга. И вот там он участвовал. Телеканал «Союз» показывал этот фильм к нашему пятилетию. Нам очень приятно. И благодарность, конечно, «Союзу» за то, что это сделали. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что радуете нас уже пять лет. Борисенко Катя спрашивает. Считается, что у Славы есть обратная сторона. Люди становятся зависимы от нее. И все время есть страх, что все закончится. Так ли это? Я отвечу, знаете, как, конечно же, может быть, страх и есть. Но когда ты с Богом идешь и молишься, и на то, что ты делаешь, пытаешься все через душу, через православие, через молитву пропускать, как-то помощь Божья оказывает в этом деле, и никакого страха сейчас нет. Просто ты делаешь то, что ты делаешь, что делаешь, и будь что будет. Смирение проявляешь перед многими ситуациями. Конечно, на мой взгляд, просто страх, он может у кого-то есть, у кого есть Слава. Я считаю, что у нас никакой Славы нет. И мы все, что мы делаем, мы делаем не ради Славы, а делаем просто по внутреннему такому состоянию. Вот и все. То есть мы занимаемся любимым своим делом. Вы изначально для себя определили формат вашего коллектива? Нет. Это был определенный путь жизненный. Конечно. Творческий. Формат, он, в общем, скажем так, жизнь определила наш формат. Но мы тоже не ограничиваемся духовной музыкой, вот чтобы вот совсем. Мы в разные музыкальные направления пытаемся развивать. Тем самым мы развиваем себя, как артисты, как музыканты. Поэтому, мне кажется, у нас и сложилось так, что звучание нашего коллектива, ну, не совсем вот мы православно, у нас получается вот духовное даже песнопение, если взять наш второй альбом, они не совсем традиционно звучат, скажем так. Но мне кажется, это все-таки результат того, что мы пели разные жанры, вот разную музыку, и это вот наложило определенный отпечаток на наше творчество. А вот это звучание вы сами находите или вам помогают? Оно нашлось сами. Нет, только втроем. И у нас есть наш большой друг, звукорежиссер, человек, с которым мы все эти три диска сделали. Он человек с тонким таким вот музыкальным слухом и всегда вот подсказывает какие-то моменты со своей... Со своим восприятием музыкального материала. Да. И вы знаете, вот сейчас, когда в поисковике, ну, Google там или какой-то еще поисковик группу Ларго забивают, выходит еще, знаете, дополнительно, когда там выходит православная группа Ларго, группа Ларго – духовные песни, группа Ларго – православные песнопения. И это очень приятно, потому что сейчас люди делают такие запросы о православии с нашей стороны и о песнях, которые связаны, конечно же, с церковью и с православием. Это очень приятно. То есть получается уже какая-то миссия у вас. Нет, но это справедливо, потому что действительно народ, благодаря телеканалу «Союз», во многом, конечно же, благодаря... Нас узнали. Нас народ узнал именно по вот этим песнопениям. Потому что обычная светская музыка, которая есть на нашем канале на YouTube, там ничтожное количество просмотров, ну, потому что, как бы, никто особо не знает. Идет к другому. Да, да, да. Благодаря вот тому, что этот контент продвигается, вот, собственно, наверное, больше просмотров и нас так воспринимают. Но мы действительно от этого не отказываемся, нам это близко, и это наше. Мы, наоборот, хотим об этом рассказывать везде и всюду, о том, что православная музыка, православная песня, она должна идти к людям сейчас. Это то, что нужно нашему миру, мы считаем. Потому что такой музыки не хватает. Хочется душевной музыки для души послушать и немножечко отдохнуть от этих всех проблем, которые сейчас нас окружают, от каких-то там тягостей. И хочется просто, чтобы душа отдохнула. И, конечно же, вот песнопения, канты, акафисты, которые мы исполняем, они в первую очередь нам на душе делают спокойно, светло и легко. И надеемся, что людям тоже. Как показывает сейчас практика, то, что такие отзывы и такое у нас уже большое количество поклонников нашего творчества. Это, конечно, показывает и говорит о том, что наше творчество доходит до сердца и до души. Вот чтобы душа прямо сейчас отдохнула, я предлагаю сделать музыкальную паузу. Дорогие телезрители, арт-группа «Ларго» на телеканале «Союз». Благодарю Тебя, мой Вседержитель Благодарю, Создатель, мой благий За плоть, за кровь и мою душу За все Тебя благодарю Творец Ты мой, Ты мой Создатель Предатель жизни на земле Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле И всех живущих на земле Благодарю Благодарю Тебя, мой Вседержитель Благодарю за то, что Ты простишь Простишь, примешь и обнимешь Благодарю за все Тебя, благодарю Творец Ты мой, Ты мой Создатель Творец Ты мой, Ты мой Создатель Ты датель жизни на земле Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле И всех живущих на земле Благодарю Благодарю Тебя, мой Вседержитель Благодарю за веру, надежду и любовь Любовь Твою к нам безграниченную Ко всем, ко всем земли живой Творец Ты мой, Ты мой Создатель Ты датель жизни на земле Ты датель жизни на земле Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле И всех живущих на земле Благодарю за веру, надежду и любовь Благодарю тебя, мой вседержитель Спасти совсем желаешь ты Зовёшь, зовёшь ты наш Спаситель Ты всех зовёшь, зовёшь спастись Творец ты мой, ты мой Создатель Ты датель жизни на земле Спаси ведущуюся мою душу И всех живущих на земле И всех живущих на земле Продолжим задавать вопросы телезрителей Опять же, Борисенко Катя спрашивает Самое главное, чему вас научили родители? Да, наверное, всему Быть людьми просто Ну, они, во-первых Мы появились на свет благодаря нашим родителям И, собственно, вложили в нас свою душу Всё, что было Только такое Только тёплые воспоминания Спасибо огромное Нашим родителям Мы, кстати, всегда говорим, что у нас семья Ларга Это действительно так Потому что мы знаем родителей друг друга Общаемся, встречаемся В гости В гости Приходим друг к другу То есть мы настоящая семья Поэтому мы благодарны своим родителям И всем нашим родственникам И близким За то, что вот они у нас есть А они связаны с музыкой? Как вы попали? У меня нет Нет Никто с музыкой Ни класса, ни мама Я попал Мама в детство видела Как я возле телевизора Почуваю артистом Музыкальную школу отдала Я хочу сказать, что мы в своих концертах Вот всегда делаем блог И посвящаем его родителям И говорим Молодёжи, которые сейчас подрастают Пожалуйста, берегите тепло рук своих матерей Потому что это самое дорогое, что есть И, вы знаете, потом пишут мамочке Что вот спасибо за такое тепло Правда И это очень приятно Приятно ещё осознавать то, что Молодое поколение понимает эти истины Мы вот буквально недавно выступали перед детками Я имею в виду вас Вас как образец, как пример Ну а как по-другому? Ну это нормальное состояние человеческое Часто сейчас на телевидении Часто ругают молодёжь Что не те времена Молодёжь разная Молодёжь она всегда была Молодёжь всегда ругали Всегда ругали Всегда ругали молодёжь Это же всегда классика Ну вот мы недавно выступали перед детками Школьники от первого по девятый класс И переживали организаторы Как они воспримут ту музыку Которую мы поём И светскую Советская эстрада Вот классические такие произведения Как Есть только миг Ноктюрн И также духовные канты И вы знаете Реакция была просто потрясающая Даже подпевали Дети Это та чистая книга В которой мы, взрослые То, что пишем То потом в них и будет заложено Поэтому Прямо очень было приятно Что дети так Тепло Воспринимали Именно вот Ту музыку Которую мы им давали Ну кстати сказать Вот песня Катюша Все знают эту песню Ну в основном Старшее поколение Мы только начали петь Первые слова этой песни Убрали микрофон И дальше Вот детский хор Дети С шести лет Да вот И там до девятого класса До девятого класса Да Вот представьте разницу Да все И этот детский хор Смешанный такой Потрясающий Просто все слова Мы даже сольные партии Вот дальше у кого там Кусочки есть Мы не пели Они полностью спели песню От начала до конца Песню Слотный детский хор Это удивительно Откуда они знают Но они знают Наверное Генетическая память какая-то просто работает Наверное Воспитание Военные песни поешь Мурашки по коже бегут И у маленьких И у взрослых Наверное это действительно Генетическая память Но надо сказать Что это не просто школа Школа при храме То есть там воспитание именно Вот Там немного Особная школа Да Ну вот Их мамам Их папам Огромное спасибо За вклад За то что сейчас Молодежь воспитывает В таком ключе Очень многое Уделяют Духовному развитию Духовному воспитанию Детей Потому что архи Сейчас это нужно И архи важно Эльвира Быкова Спрашивает Что изменилось в вашей жизни Когда в репертуаре появились Песни на духовную тему Ну лично в моей жизни Появилось понимание того Что я делаю полезное дело Я нужен Нужен людям И Чувствовал душевное Равновесие В своей жизни Вот Что я не просто пою песни Да А люди слушают И какая-то польза им приносится Отлично От этого чувства не испытывал Когда пел светскую музыку Это больше как развлекание Какое-то Людей То есть радость Но она не наполнена Чем-то Важным Вот А это как будто Я приношу людям пользу Если честно Да Я с Ташей согласен Когда исполняешь Духовную музыку Какое-то особое чувство Тебя посещает Светлого Такого интересного Общения с залом Вот именно Светлая такая гармония Здесь В зале творится И на сцене У нас Что хочется Еще и еще И еще Давать духовные концерты Какая-то наполненность Каким-то светом Изнутри А вы когда поете эту музыку Вы больше думаете О чем? О вокале О красивом исполнении Или вы все-таки В текст Погружаетесь? Ну, наверное У каждого по-разному Ну, о вокале Прям совсем Я, например Не думаю никогда Вообще Я больше думаю О тексте Все-таки это же молитва Да И тут нету момента Такого Вот какой я красивый Как я вот все правильно делаю Просто вот Такое внутреннее состояние Ну, вот как Утреннее и вечернее правило Читаешь Примерно такое состояние Вот и все Еще мысли о том Что донести людям текст Текст этого произведения Текст Канта Акафиста Чтобы люди услышали и поняли Зал Разные люди сидят в зале И воцерковленные И не воцерковленные И которые критически относятся к церкви Но ты хочешь каждому адресно Рассказать о том Что у тебя сейчас в душе То, о чем ты поешь То, что ты говоришь И через себя проживаешь и пропускаешь Я думаю Критически относящихся к церкви На ваших концертах Меньшинство А то и вообще нет Да А в каком возрасте Вы начали эту музыку исполнять Духовную? Помните? По-разному По-разному Мы еще У нас разный возраст Мы еще в детском хоре Пели вот Многолетие Да То есть это Всегда это было в детском А так Чтобы участвовать в службе На первом курсе консерватории Я начал ходить В кафедральный собор Наш в Екатерину И мы там пели Акафисты По воскресенью Мужским хором Ну вот такой Это первый опыт После этого Это немножко прекратилось А дальше вот серьезно Это вот в коллективе В нашем группе Ларга Началось Дорогие телезрители Предлагаю вам Насладиться дивным пением Группы Ларга А наш диалог с музыкантами Мы продолжим ровно Через одну неделю Оставайтесь с нами На телеканале Союз Редна мати моя Ты ночей не доспала И водила меня И водила меня У поля Край села И в дорогу далеку Ты меня на зори Пробожила И рушник вишиваний На щастя дала И в дорогу далеку Ты меня на зори Пробожила И рушник вишиваний на щастя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok